Привет всем, друзья! В сегодняшнем видео хочу вам рассказать об актуальных вакансиях в Чехию. Это вакансии на 2 года, на рабочую карту только прямые работодатели и также есть вакансии на 3 месяца. Под этим видео есть ссылочка на группу нашу в Телеграме, там более подробная информация, там можно задать вопросы. Итак, переходим к вакансиям. Значит, первая вакансия – это рабочая карта на 2 года. Прямой работодатель, курортный город Есеник приглашает на работу в элитный спа-отель поваров с опытом работы. График работает длинная либо короткая неделя – 5-2. Одна неделя с 5.00 до 15.00, вторая с 6.00 до 19.00. Оплата при работах праздничных и выходных дней согласно к зоту Чешской Республики. Ставка стартует от 20 тысяч крон плюс премии до 4 тысяч крон. Также существуют премии на Рождество от 25 тысяч крон единоразово. Возможно, получение 1-разового сертификата на 1500 крон, массаж, элитная продукция и так далее. Питание будет здесь стоить 500 крон в месяц, но реально на практике, я вам скажу, там люди питаются очень хорошо, потому что это элитный спа-отель и там реально продукты очень классные. У нас работают там девочки, жалоб вообще никаких нет. Информация по жилью. Жилье предоставляется в этом же пансионате. Стоимость 2500 крон ежемесячно. Это хорошая отдельная комната с отдельным туалетом и душем. Также предоставляется отпуск 25 дней в году. Что от вас требуется, это опыт работы поваром минимум 1 год и справка с места работы по специальности. Также диплом повара. Переходим в следующую вакансию. Это металлургический комбинат. Видео об этом комбинате у нас есть на нашем канале. Кто не смотрел, смотрите. Но я перечислю вакансии. Там нужны мужчины, физически сильные мужчины и специалисты. Значит, кто нужен? Слесарь, токарь, газорезчики, свальщики, шлифовщики, формовщики, плавильщики, станочники, стропальщики, кузнецы, ядровщики, крановщики. Вся информация есть в видео. Описание по зарплатам. Если будут какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, смело обращаемся. Так, идем дальше. Дальше. Рабочая карта на 2 года. Город Московицы. Это 45 километров от города Бурно. Автомобильный завод требует двух мужчин. На позицию оператор производства, обслуживания станков, резко металлургических листов. Работа физически не тяжелая и не сложная для обучения. То есть, по сути, работа заключается в том, что вы с коллегой, с вашим вторым напарником будете подносить металлические листы на определенный станок. Дальше автоматически происходит резко этого листа по определенным шаблонам. Ваша задача обслуживать этот станок и складывать эти листы. Зарплата здесь реально очень хорошая. Ставка составляет 250 крон в час грубого с налогами. То есть, чистыми где-то от 180 до 200 крон в час. То есть, чистая реальная зарплата будет составлять от 28 до 38 тысяч крон. Цифры реальные. Ребята работают. Никто меньше не получает. График работы здесь 6,7. То есть, 6 рабочих в 7 и воскресенье выходной. По 8-12 часов это все по желанию. Опять же, вы хотите работать 8-часовку? Входите 8-часовку, но, соответственно, зарплата будет меньше. Жилье здесь составляет 4000 крон с человека. Это дом или квартира будет возле работы. На период обучения ваша зарплата будет составлять 160-200 крон в час. Это так называемая скушебная доба в Чехии. Это нормальное явление. А дальше уже после окончания испытательного срока ваша зарплата поднимется до выше указанной зарплаты. Рабочую одежду выдают. Ребята, сразу хочу сказать, здесь ограниченное количество мест. Сейчас реально нужно 2 человека. А дальше уже посмотрим. Поэтому за всей информацией обращайтесь по контактам, которые есть под видео. Так, переходим дальше. Город Прага. Кто хотел? Семейные пары. Особенно очень востребована сейчас вакансия. Нужно для начала 6 человек. Это полиграфическое предприятие. Женщины, мужчины, либо семейные пары. Женщины складывают на поддон готовую продукцию. Вкладывают рекламу. Мужчины работают на станках ЧПУ. Ставка здесь 25 тысяч крон грубого. То есть до вычета налогов. Плюс премия за полный отработанный месяц. Плюс доплата за ночные 15%. Плюс доплата за переработку 25%. Это за 3 часы дополнительно, если будете ходить. Плюс за работу в субботу и воскресенье 10%. За работу в праздничные дни 100%. Доплата за переработку выходные 50%. График работы по 8-12 часов. Это все здесь на месте оговаривается. По какому графику хотите ходить. Либо восьмички, 5-дневка, либо по 12 часов. Там уже краткая длинная неделя. Проживание составляет 4250 крон в хостеле с евроремонтом, общий душ, туалет и кухня. Если хотите жить отдельно, то 6000 крон комнаты со всеми удобствами. Опять же, это все разбираемся на месте. Обратите внимание, что места здесь тоже ограничены. Поэтому смело обращайтесь, пока они есть. Следующая вакансия. Город Острава. Автозавод. Здесь нужны 4 женщины возрастом до 50 лет. Либо можно семейная пара. Объясню сейчас по семейной паре отдельно. Значит, что здесь? Здесь производство пластиковых деталей для автопромышленности. То есть, по сути, работа не сложная, монотонная. Работа только по 8 часов. Дополнительные часы по желанию. Но скажу сразу, их там мало. То есть, это в основном такая обычная монотонная 8-часовая работа. Ставка здесь 21000 крон грубого. Какие обязанности у женщин? Это оператор термопласта автомата. Видео мы выкидывали в группе. Можете посмотреть, как там, что это происходит. Автомат производит пластиковые детали. Девушки их проверяют и упаковывают. По поводу семейной пары. Если вдруг есть семейная пара, кто хочет приехать на этот завод, то мужчину берут на кару. То есть, это ВЗВ. Права, если есть, то будет вообще преимущество. Если нет, то можно без опыта научить. Зарплата у мужчин будет чуть выше. Ставка 23000-24000 крон грубого. Ну, а дальше уже выше. Объем работ – это погрузка пустых упаковок в производство, экспорт изготовленных поддонов и обвязка. Если нет опыта, то обязательное требование – водительская категория B. Что здесь по доплатам? Тоже согласно экзоту Чехии. Доплата за ночные 15%, за переработку 25%, в праздничные 100%, за выходные 50%. График работы идет трехсменный по 8 часов. Жилье в хостеле 1700 крон с человека. В комнате по 2 человека. Есть все необходимое для проживания. Работа находится в 15-20 минут пешком от хостела. По этой вакансии работодатель возмещает консульский сбор 5000 крон, который вы будете оплачивать во Львове при подаче. Поэтому чеки все сохраняем, предоставляем работодателю, и он вам компенсирует эти деньги в зарплату. Также работодатель предоставляет вам оплачиваемый отпуск сроком 5 недель и талоны на питание на 120 крон. И финальная вакансия на 2-годичную карту на 2 года. Это завод Брозе, город Копривницы. Операторы производства. Здесь нужны мужчины и женщины до 45 лет. Но сразу скажу, работать будете не вместе, если обратиться, там, пустим, семейная пара. Женщины работают в городе Рожнове. Это недалеко находится производство замков, необходимое усердие и моторика рук. А мужчины работают в городе Копшеницы. Производство сидений и автомобилей требуется физическая сила. О заводе Брозе мы рассказывали с нашим другом Астапом Бендером. Так что можете просмотреть это видео, смотреть, о чем он там рассказывал. По проживанию я вам скажу так. Условия следующие 1800-2000 крон в месяц человека. Хостел находится недалеко от работы. Номера для 2-4 человек. Пары селят в двухкомнатные номера. То есть пары проживают отдельно. И пары должны также рассчитывать, что они будут жить вместе, но работать будут в разных городах, включая возможности разных смен. Это тоже важно. Ну, в принципе, это нормальное явление. Мы так тоже с Алиной работаем. И, в принципе, ничего страшного в этом нет. График работы, значит, идет в три смены. Автобус от фирмы бесплатный. Довоз доработает, соответственно, бесплатный. Ну и заработная плата здесь составляет старт от 20-ти тысяч грубого. Вместе с бонусами и доплатами выходит где-то 23-25 тысяч грубого. Вот, доплаты тоже согласно Акзоту. За сверхурочную работу в понедельник-пятница это плюс 25 выход за предчасы. Ночная смена плюс 20 крон в час. Выходные смены 10%. Плата за сверхурочную работу в выходной день 70%. Плата за питание составляет 29 крон за обед. Отпуск 25 дней. Ребят, вот такие вот вакансии у нас на январь по двухгодичным картам. Кому интересно, пожалуйста, обращайтесь. Есть контакты под этим видео. Заходите в группу, пишите. Вайбер, Телеграм. По поводу трехмесячной визы. Все вакансии остались те же, что и были раньше. На заводы Fujiko, Radenstock, Alfmeyer, Diken, Lear, Autoneum, Kasteletsky, Uzenine, Ruh, Sevencia, Formage, Sony, Runpack и DHL. Мы делаем документы бесплатно, поэтому смело обращайтесь. Словие вы также найдете в этой группе в Телеграме. Заходите, подписывайтесь, смотрите и будьте в курсе всех вакансий, которые мы предоставляем. У меня на этом все. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока.